Мелшер разоблачили. Так, тихо, 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 тихо. Чё, реально? Ааа, это тот самый чел, блядь! Меня хейтят! Почему меня не смотрят, блядь? У меня тема интереснее, чем у Артёма Графа. Я помню его! Смотрю данному ролику, побыстренько мы его проскипаем. Попробую ответить на все вот эти вот претензии. Ебать, там даже я есть, сука! Меня хейтят! Возможно, смогу не отмазаться, а... Смотри, это я же тут? Вон! А, контраргументировать все вот его какие-то... Мой адрес даёбы, извините, за мат не смог подобрать. Меня хейтят! Я тоже хочу посмотреть, подожди! Где тут про меня, сука? А, это Мелшер, блядь, со мной не сделал! Ну, я потому что, видимо, не целый стримовый ролик смотрел, я его скипал. После того, как он сказал, меня не смотрят, блядь. Тогда через Мелшера буду чекать. Другое слово. И, может быть, и не получится, ну, не надо будет уходить с интернета. Ну, всё зависит, конечно, от того, что именно он мне предъявляет. Не знаю, не знаю. Меня хейтят. Физперт смотрит самого душного блогера. Давайте не будем, ну, давай, давай ты вот останешься в своём нужном интернете на 11 тысяч подписчиков. Как же долго я этого ждал. Очень смешно осознавать, что ещё три месяца назад у меня было не больше трёх тысяч подписчиков, и мой канал нахер никому не нужен был. А сейчас нас уже больше 21 тысячи, за что бомбать. Капец, я его пропиарил жёстко, да? Пипец, я, не, я молодец, я молодец на самом деле. Прикольно, когда ты даже не думаешь о том, что вот делаешь человеку добро. Бля, может посмотреть лучше сразу через вот этого? Хотя лучше нет, лучше, наверное, через Мелшера. А по итогу он вот так вот быстро бустится, и уже у него 20 тысяч подписчиков. Просто у меня ощущение, что мы заебёмся смотреть. Прикольно, прикольно. Ну ладно. Ну нет, дед, я нормальный конфликтолог, так что я должен нормально оценить. Просто скорость поставлю побыстрее, чтобы ролик был динамичнее. На полтора, я думаю. Вот так, спасибо, и на мои ролики уже делал ракции. Извините, я прибалил мне сил голос, поэтому кто-то не понял, почему нужно разрешение. Чуть не понял. Ребята, я запрещаю всем вам без моего ведома делать реакции на мои ролики. Бля, 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 бля. Сука, не мне похуй. Вот я запрещаю. Тембру меня сегодня не самый убедительный. называется я в этом звезде айдол узнал как называется меня физпект заставил это он мне сказал смотреть да по-моему это он говорил вот посмотри у этого парня меня подставил просто жестко физпект я не знаю надо короче пересмотреть свое окружение возможно это не нужно перестать если вы не смотрели у этого парня как его кинул тик ток хаос то вы не видели жизнь ребята я говорю пока вы смотрите артема графа где-то у него есть видеоролик про то как он жил в тик ток хаосе почему никто не смотрит этот ролик быстро быстро посмотрите кстати 322 лайка дизлайка точнее это знак это знак что этот видос чисто для меня сделал спектом потому что он меня сейчас жестко подставил что мне уже не хочется просто в интернете находиться после всего вот этого волны негатива вот этого хейта который свалился вы представляете у человека 20 тысячи подписчиков и он все 20 тысячи подписчиков на травил на меня на мой телеграм-канал на мои соцсети даже на канале горя у пишут гадости я не понимаю просто за что ничего плохого не говорит олик хейтером моим другим замечательным для вас отвечу на никто претензиве с ума и вот этого испектора а мы не запомнил отвечу на некоторый популярный китай у меня отказалась проводить шоу потому что ты ее кинул и она теперь я не кидал смысле жесты крутой респект от зрителей люблю тебя и по ссылочкам по дислайкам и в донатах упоминают это называется популярность ребята не завидуйте не завидуйте большое делишь капец у меня чсв огромный прям растет я говорю когда у меня будет 20 зрителей я буду вообще супер чсв нам как ну не знаю назовите мне самым популярного стримера или блогера на свете я также буду ходить и говорить удаляй при мне или что-то вроде блять прикиньте я вкурельно в это момент ёбнусь и буду подходить там условно к этому венри и другим или в другим модератором модератором там не знаю к стинтиксу ника тонди часа будет ходить говорю удаляй при мне нахуй банворд как долбоёб пивучий реально ждать чтобы он удалил что кунь хуйню за 49 рублей вид наверное будет когда в москву приеду в гости тогда может быть что-то можно будет придумать реально нормальный 3 тык кислый называется можно гуглить мэлшер стинг кислый или не выйдет потому что канал удален были точно ладно парень извини пожалуйста милка сейчас мэлшер кислый может кто-то перезаливал еще есть 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 вот у нас пицца с кинтом есть поэтому кто не слышал вот можете послушать это жесткий хайп реально реакт я запрещаю слышишь кто ты миша я я тебе запрещаю делать реакции на мои песни со спинтом я смешал как-то надо записать нормальный трек потому что кислый прикольный припев но куплеты это пиздец там что-то мы там пели про какого-то блять человека который ебёт нашу девушку а потом идем бухать на кухню без моего ведома без моего разрешения это сделать некрасиво прям слишком наркоманской ну я не снимать откровенников смысла вот правда мне мне максимально поймать спасибо большое но что он может нового сказать в разоблачении пылить на артема графа у меня подставили мне кто-то скинул за деньги как я мог кинуть подписчикам не 11 рублей за дать ли посмотреть я не помню либо это занятили либо фиспех не скинул ты как-то видос партемографа буквально все ролики пересмотрел я не полтора слишком наверное быстро да мне кажется почему-то слишком быстро говорит не каждый человек на этой земле знает в чем граф эта легенда один из самых крутых создателей вообще контента не высказываются о нем потому что ты знаешь все об артеме графе какое нахуй за облачение ну серьезно ты дал боёк ну как можно реально разоблачать артема графа я не понимаю милка макер я соплю туда хуярился причем как граф и да нет скорее всего машер просто имел что это очередное разоблачение артема графа которых и так миллиарды ну правда очередной раз смотреть на то что артем граф тупой бля охуеть вовлеченность просмотра ролика просто при уровень бог я понимаю там стримы и немножко отвлечен я понимаю что там реакции знаешь это новый ролик смотришь и угораешь но делать реально разоблачение просто пропустил фрагменты и предъявляешь причем-то не разоблачения ну просто реакции считай как ты знаешь как очень странно вообще тоже вот ну не ожидал что дк тоже вот будет вот так вот брать и смотреть милка мейкера если если он еще раз что-то изданет партнём агафа если он еще хоть индус выложит блять это просто суду вот во первых я блокирую пошел на во вторых пожалуй артем граф это это то к чему уже стремится артем граф это то кем нужно быть кем нужно стать это такой классический представитель вот этих вот последователей медицин да 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 это время говорят на какой-то мета иронии то есть ну да да это мы еще ты в целом не можешь отличить когда он шутит когда он не ну да 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 поэтому люди которые на таких чуваков что-то говорят выглядят без пиздец смешно если я по-моему знаю кто это это порно актриса сейчас мы медисон и им как-то вот так вот было как-то у нее такой ник мэдисон айви да 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 показывать а верни нахуй ролик сука все я пошел смотреть тогда оригинал он ведь будет сейчас есть просто трехслойный ебашить лакирую пошел нового блять это просто сходу вот так вот смотрите это вот это вот так вот во первых его блокирую пошел на во вторых пожаловаться на пользователя артем граф это это то к чему уже стремится артем граф это то кем нужно быть кем нужно стать это такой классический представитель вот этих вот последователей медисона которые все время говорят на какой-то мета иронии то есть ты в целом не можешь отличить когда он шутит когда он не шутит когда он серьезно кстати говоря я не понимаю находил ролик снимает если он не понимает где чел шутит где нет заявляет что ты охуеть умный я сапожник матерять но он заявляет и он это показывает своим там лексиконом своими какими вообще в целом то как он говорит one minute later ты заявляешь на огромный онлайн о том что киберспорт не политики но при этом твоя команда убивать русские одну же другой вот кто реально понял в чем предъява в отрывки оговорка обычная оговорка я я тоже не понял 1 типа в кресе они убивают русских или что и убивают почему договор так что команда убивает русские одно за другой до метафора метафорить метафорическое так сказать вот как понять он шутит сейчас или он ну можете меня называть душнилой ебаным ты душнилый ебаный я реально это какая-то просто хуйня не разбирается в ваших там этих современных сленгах хуенга реально не понимаю дайте мне переводчика этой ебаной иронии я я гарантирую зачем ты ролик снимаешь если ты не выкупаешь господи чел вообще не понимает что о ком снимает и такой ну вот ебать он хуйню снял столько я не понимаю это рофл или нет это ирония или нет я не понимаю типа чел просто дну чё он говорит блять объясните пожалуйста мне меня хейтит походу он не пойдет на кому ты нахуй нужен у артема графа 500 тысяч зачем тебе ему точнее тебя пиарить для чего я до реакции молча на мой ролик вообще в душе не чаял кто это такой спросил у своих друзей кто-то вообще знает что за мэлшер кто это первое что мне сказали это подсос пятерки вот скажи зачем пятерки теперь ты же но нэм очевидно потому что цифры не важны чего а пятерка каждый стрим короче запускает про молча такой знаешь сделать разоблачение на мэлшера значит блять если ты мыслишь цифрами я тебя соболезну что мыслишь цифрами блять мало того что молча пациенту сывается нахуй так это еще серьезно отвечает ну 11000 это позор у меня на музыкальном канале блять больше подписчиков ну серьезно а у меня теперь больше чем у тебя подписчиков и что теперь типа я могу так сказать 15 тысяч на этом канале посмотрите позор просто человек для меня настолько узко мыслит какими-то цифрами есть ничего гораздо важнее чем у него так это чувак а чё подписчиков так мало кстати говоря блять три миллиона запишет ролик про меня и такой блять теперь у меня подписчиков больше чем у тебя еще теперь ты мне скажешь лох ебаный на понт берет еще это пиздец он по одной простой причине потому что то что ему дозвон ну типа без негатива или тоже такое отношение типа это классический байт на то чтобы после ролика началась какая-то активность со правой стороны конфликта для меня странно что блогер определяется за классический метр по раскручиванию хотя зайдя на канал как же он серьезно отвечает короче ну кто не выкупает мальшер это чел который еще более мета ироничный чем я то есть он вообще ну он вообще наверное никогда серьезным не бывает вот все вот даже я блять настолько себе духу я не позволяю как мальшер он просто сидит и постоянно рофлит блять и отвечать ему серьезно хоть на какие-то блять тейки это пизда смешно особенно такие которые ну супер палятся они очень пальцем серьезно сидит чувак который такой ну бля у тебя подписчиков мало ебать нахуй ты снимаешь такое может кто это даже палится что это какая-то ну какой-то байт личных байтов блогеров на какую-то реакцию поэтому по сути этот чел говорит буквально про себя я сам телеграм канале уже говорил что у меня есть конкретная стратегия по развитию канала бля бля вот эта хуйня я просто раз увидел дк на данный момент рекламы у меня по нескольким причинам первое я сливаю всех рекламодателей которые хотят получить деньги с моей аудитории сомнительным путем и такие ребята уже стучатся в моей двери вторая для нормальных рекламодателей у меня сейчас слишком мало подписчиков недостаточно средних просмотров то есть канал нестабилен анализируя какой контент набирает у меня на канале и тестируя разные форматы я на данный момент пришел к формату с разоблачением для нормальных рекламодателей у меня сейчас слишком мало подписчиков недостаточно средних просмотров а вот мужик может с этим связано что-то не Это не значит, что на них все остановится Я уже говорил, что мои планы идут гораздо дальше Это необходимая мера для повышения показателей Бля, вы вообще понимаете, человек хочет набрать Ну, прям, говорит, я наберу аудиторию на разоблачениях А потом сниму какой-то уникальный контент Блядь, а что это будет? Ну, учитывая, что ты поднялся на разоблачениях Блядь, чуваку нужно прыгнуть выше головы Причем, когда он будет приходить на что-то другое А это ебать как сложно, он просто не понимает Он думает, что если сейчас наберет аудиторию на разоблачениях На всяких реакциях, на хейт-контенте То аудитория с ним останется, если он будет делать что-то, ну, другое Бля, это не так работает, мужик Большинство людей, которые пытались сменить контент, делая вот такое Они возвращались обратно к разоблачениям Только делали это уже на несколько, более низких показателях Вот и все, бро Ну, как бы, ну, возможно, он какой-то реально суперпиздат И у него есть какие-то там планы неожиданные Если это так, то чувак, ты гений, очень целеустремленный и классный, правда Но, возможно, ты живешь в манимерке Что, честно говоря, не очень классно Просто вспомните даже то, с чего начинал тот же ДК С КСа, не разоблачений Ну, то есть, понимаешь, разоблачения и снимать видосики по играм Это немножко, ну, разное Ну, это очевидно, что это контент для раскрутки Потому что иначе твой канал умрет И твое творчество никому нахер не нужно будет Ну, и как бы чел применяет те же самые методы и отсуждает их По-моему, какое-то лицемерие Если бы я делал видео какое-то Которое я понимал, что нужно забайтить человека Чтобы он написал комментарий Что-то мега популярное Например, ну, вот Маргинштерн, сука, ну, типа Вот рокер ебаный, он заебал, делает рок Вот не получается у него делать рок Маргинштерн, не делай рок И все будут писать Ты ебан, блядь, он делает рэп Вот еще одно подтверждение Тому, что чувак сам прекрасно ознакомлен с этими методами Но он их при этом осуждает Я предлагаю следующее Давайте скинем этот ролик Артем Графу Давайте не будем Ну, давай, давай ты вот останешься На своем нижнем интернете На 11 тысяч подписчиков И не будешь пиариться на Артеме, давай Сейчас распространим хэштег Граф ответь Закидывайте ему Не, давай, ну реально ты нахуй пойдешь Ну, вот серьезно Это вот то, о чем я и говорю То есть А давайте я нахуй пойду, пожалуйста Я чувствую себя третьим лишним Какое-то напряжение между дворей Давайте вы просто пососетесь, я не знаю Давай ты останешься в нижнем интернете И будешь там, как бы, никому нахуй не нужно Мне, как бы, еще похуй За свой канал я взялся всерьез буквально недавно Но, давай сделаем это там на Твиче Я стримлю там каждую Да, 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 да Пошел ты нахуй С удовольствием готовить Ну и без негатива На мой взгляд, говорить такие вещи просто как-то жестоко, что ли Вы захватили какой-то сегмент блогинга Там сидите, пиздите Извините, что я так агрессивно отвечаю, собственно, этому молодому человеку Но у меня с этой хуйни бомбит пиздец А на этом все Подписывайтесь на мой канал Сделайте эту Да, 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 конечно, блядь Все сделаем Это просто пиздец Блядь Какой неприятный человек Я говорил Сука, ну мужик, ну ты слышишь даже, как он говорит это Ну послушай И буду говорить, что... Какой неприятный человек, пиздец Бля, может ему надо вообще... Мне кажется, малыш, короче, малыш Разговаривай так Так, блядь, иди нахуй Ебать Ты-ты-ты глупый Пошел нахуй Дурак Ты дурак Бээ Мне кажется, иначе чувак просто не поймет То успех зависит только от твоего трудолюбия От твоего упорства Уперства И я буду продолжать об этом говорить И буду это дальше доказывать Мои методы могут кому-то не нравиться, но они рабочие И берите их на вооружение Я ни в коем случае... Берите их на вооружение, снимайте разоблачение Снимайте хейт-контент, набирайте аудиторию А потом, когда придется действительно Созъедать нахуй Вы поймете, что аудитории как бы Похуй Потому что они пришли за негативчиком Они пришли восполнять вот это, знаете Нездоровые чувства Это не здоровые, это все люди хотят Любят в говне Рыскать, поэтому это Нормальная хуйня Но перевести контент с такого На что-то Более прикольное, тяжеловато Я думаю, он рано или поздно это поймет В случае не буду осуждать, когда человек Кого-то там байтит Не, ну правда, кстати, назовите мне примеры людей Которые делали хейт-контент исключительно А потом перешли на что-то пиздатое И в принципе даже больше сделали Не параллельно делали то и то А именно чисто на хейт-контенте И перешли на что-то созидательное Гитлер Не, не, не Хесус параллельно Либо, блядь, Хес поморочил Какие-то просто конфликты были у него Это точно нет Шевцов точно нет Было пару роликов с ответками Но не более ЛШПТ, кстати, неплохой пример Только у него пару было разоблачений всего И они были действительно такие большие Не целый канал Ларин Ларин это как раз таки обратный пример Абсолютно обратный В смысле, как просто Это просто человек, у которого есть такой контент и такой Это параллельный контент Моразм до сих пор подобное делает Ну, наверное, только ЛШПТ тогда получается Хотя его пример Как бы сложно назвать примером Потому что не так много разоблачений Но все-таки Если ты делаешь это грамотно Молодец Просто мерзость Мерзость именно те слова Которые он говорил Ты буквально осуждаешь то же Что делаешь сам И говоришь Мерзость Что я мерзкий Чувак, посмотри на себя С Мелшером закончили И перейдем к ФИСПЕК Если кто-то думает Что я чистый Стал, что человек в мою сторону Говорит негатив Негативно к нему отношусь Сразу говорю Осуждаю Я абсолютно объективен В этих вопросах Тот же ФИСПЕК Я сразу загуглил Собственно, что он делает Потому что до этого Я не знал о ФИСПЕК И мне понравился его контент Я посмотрел много роликов Вам рекомендую тоже Потому что чел делает Реально очень крутой, интересный Это факт Как можно Маразмана В один ряд поставить С Артемом Графом И Эдвардом Биллом Ну, кстати, нихуя не согласен В принципе, одинаково Можно поставить Просто подача разная Но реально одна и та же хуйня Вызвать просто эмоции Почему нет? Вообще, как по мне Эти люди никак между собой не связаны Вообще никак Они все странны У всех есть свои минусы и плюсы Но... Не-не-не Тут он не прав Ну, я, кажется, по-моему Про что хотел Милка сделать Хотел сказать о том, что Их контент построен на то Чтобы вызвать какие-то эмоции Эдварда и Билла, конечно, вопросительно Но Маразм Артем Граф В принципе, близко Ну, в один ряд их ставить Точно не стоит Вот у меня возник вопрос После этого момента Почему он дефит Маразма И буквально в этой голосовухе Я услышал То, что Маразм стримился Не, подожди Если он имеет в виду Именно, что Эдвард Билл Блядь, разоблачение То это, ну, бред сумасшедшего Ну, Артем Граф Маразм, да Физпектом Я помню, на стриме с Физпектом Вообще слово Нигерия сказал Как страну Ну, название страны Вот и... Ну, блядь, есть страна Нигеры Че нахуй дальше Чуть не перестроился Что сейчас Физпекту стрим забанят Я такой Опа, погодите-ка Они как-то взаимосвязаны И да, они взаимосвязаны Физпект абсолютно комплементарно Относится к Маразму Мы на самом деле Вчера смотрели Два ролика про ЧВК Оридан Уже разобрались Кто это такие Но, извините меня Как бы Маразм это Маразм Поэтому это другое Вы не понимаете Надо еще раз посмотреть Узнать, что кто такие ЧВК Оридан И считает, что он там изменился Да, это в принципе Один из самых популярных Комментариев Мой адрес На тему Маразма Из вот этого ролика Что Маразм изменился Он с тех пор извинился И больше не Высказывает Российские какие-то взгляды Еще что-то такое Но здесь, конечно Маразм хуйню пизданул Но насколько это давно было Я уже говорил То, что Маразм меняется Не знаю Вот Просто вам Недавний отрывок Того, что он говорит А вот еще Осуждаю, кстати Над ниглями Блять Тоже ничего страшного Нет абсолютно Ну, если, блять Если же на ютубе То можно что-то делать А то есть я абсолютно Ничего плохого тут не вижу Все материалы я залил С ВТГ Сюда не буду их полностью вставлять Потому что могут просто Заблокировать ролик За то, что он там говорит И То, что человек Извинился Не значит, что он Изменил свои взгляды Ну, бля Тут он на самом деле Базу говорит Ну, типа И че вы скажете Ну, да Извиниться В этом, кстати, и прикол Извинения Извинения Нихуя не значит абсолютно То есть ты можешь выйти И сказать Ребята, я извиняюсь Но человек останется Точно таким же Он может где-то Сдерживается Но, знаете Чувствуется, что Где-то там Что-то осталось Только я говорю Что он меняется Не изменился Бля Фиспик Похуй Честно Поебать Ну Просто Ну не пытайся Блять Начинать спор здесь Правда Он просто не нужен Ну ты хорошо Относишься к чуваку Ну и ладно Бля Мне честно Похуй Правда Ты хоть с ним Сосись Обнимайся Ладно Хорошо Ты с ним В хороших отношениях Пожалуйста Я просто Ну, к чуваку Отношусь нейтрально Потому что Ну, есть некоторые моменты Из которых я угораю Все Поэтому, бля Ты просто Или так Сидишь Доказываешь То, что Блять Не, ребята Блять Он меняется Блять Нет Честно Поебать Правда Правда Поебать Просто Брат Летний парень Который снимает ролики Исключительно На хайповые темы Дебе Про сплитику И че Милохина И че Вместо себя Он в кадре Трясет белки И просто Рассказывает О хайповых новостях И че Блять Заткнись Ты Ебаный Бля Этот человек Говорит мне Про душноту Физпект Смотрит Самого душного Блогера Когда Не Ну мелко Реально душноватый Ну Как бы Это правда Я тоже Некоторые видосы Смотрел Он очень душновато Рассказывает И доябывается До моментов Которых Казалось бы Любой человек Не будет доябываться Потому что Это глупо Так что Я с физпектом Согласен Абсолютно Девушка На тебя поднимает Руку Она перестает Быть девушкой В контексте Ну типа Девушки Как защищающегося Элемента Уже очевидно О чем он говорит Ну то есть Ты парень Занимаешься Самообороной О девушке В чем он не прав Может быть Не так высказался А я помню Это такой ролик Два комментарии На тему того Когда я говорил О маразме И о том Что он там Говорит о том Нет Я тогда вообще Подозревал Что этот ролик Нахуй Этот ролик История придумана Или какая-то Утрированная Потому что Ну слишком Слишком Дохуя Интересных Историю маразма Девушкам Нужно отвечать Что они становятся Спарринг партнерами После того Как они там На тебя поканули Как бы так Объяснить Что с этим Не так Если человек Может позволить Себе ударить Девушку С этим человеком Скорее всего Не все в порядке Бить девушку Это то же самое Что бить ребенка Ты знаешь Ну да Блять Реально Одна и та же Хуйня Абсолютно Абсолютно А если ребенок Девушка То что получается Бить ребенка Девушку Это как Бить кого Нахуй Знаешь априори Что ты сильнее Этот метод Просто последний Который надо применять Даже в рамках Собственной безопасности Вот просто представьте Вы взяли Решили ответить А у нее что-то Припрятано в кармане И вот как ты думаешь Что чувствует эта девушка Нет Ну типа я понял К чему он ведет То что Ебать Ты ударил девушку То ты не мужик То ты конечно По факту Я тоже больше к этому Но если девушка Подняла на тебя руку Это уже не девушка Это спарринг партнер И как бы это тоже Я отрицать не буду Вот и все Так а че ты на это Ничего не отвечаешь И вот представь Почувствовала бы эта девушка Справедливость Если бы в ГТРП Не подошел нормальный пацан А не настоящий мужчина Воспитанный мамой и бабушкой И опять же в ГТРП Нормальный ей так разукрасил И без того разукрашенный личико Разукрасил разумеется Пудрой и помадкой Инструкция пикапа от маразма Если хотите впечатлить девушку Дайте леща на ее глазах Другой девушке Отличный совет маразму Всем рекоменду Типа если меня толпа девок Пиздит А я должен захавывать Ну смотри Вот судя логики этого чела Если тебя пиздит толпа детей То ты должен хавать или нет Вот прикинь Кстати вопрос тогда К Милке Вот там сцена знаешь Дети шпионов была Первой части И там получается Кортесы ебашились С робот-детьми Они там собирались С ними хуяриться Ну то есть Они должны были терпеть Ну когда их собирались отпиздить Или все-таки драться Ну просто вопрос А если должны были отпиздить То вопрос Чему учат Получается Роберт Родригес Ты вообще понимаешь Что на какое поколение Выросло на детишпионах Это вообще пиздец Милка не хочешь Про это сменять ролик Че Встретились как-то Две душнила в интернете Если так относиться С моим шутком Очень грустно смотреть Мои ролики Подожди Кстати говоря Если девушки Взрослые и дети Это одно и то же То получается Девушка может пиздить ребенка Ну получается По этой логике да Или нет Или все-таки это другое Бля Бля слушай Мне стало реально интересно У меня плавилка началась С этой хуйни Понимаешь что это маразм лютый О маразм кстати говоря Ладно Если что осуждаю Детей вообще нельзя трогать Нахуй Там типа в гтарп Розукрасил бы ее Это просто Рофл свича Долбою блядь Помады Это просто отмазки До школьного возраста Это не отмазки Это рофл свича Еблан Дайте мне переводчика Зумерского Я не отрицаю Что я не разбираюсь В вашем сленге Для меня это звучит Вот так Заявки на переводчика Зумерского Оставляйте пожалуйста У меня в тг паблике Мелшабар сейчас сказал Что я хуесос Просто сравните Монтаж в ролике В полугодичной давности И в нынешнем ролике Еще два года назад Он хваст... Но у него зато Видосы каждый день выходят У него он микрофон Себе новый купил У него видосы каждый день выходят Он как бы платит монтажера За то чтобы это все делали Бля ебанчик Физбикто Ну зато видосы каждый день выходят Смотри чувак не меняется Ну зато видосы каждый день Бля Просто один об одном Второе другом Вообще похуй Микрофон не самая дорогая вещь Если он еще к тому... А он даже так будет Поставить вопрос Охуенно Уже платят монтажеру Они сам монтируют То у меня еще больше вопросов Бля Чел монтирует Не сам Бля Охуеть Мне кажется чел Короче когда Немножко подольше Побудет на ютубе Он охереет Что половина блогеров Монтирует не сами Ну кстати если что Я сам монтирую Так просто вкину дополнительно Почему потому что К сожалению нет блогера Который меня устроит Монтажера который меня устроит Типа нельзя было найти Монтажера получше У него в каждом ролике Монтажера получше Не мог найти Реклама Соответственно с этой рекламой Он может платить монтажеру И я тебе спокойно Там не знаю За десятку За пятнашку Смогу найти монтажера Который будет делать Просто охуительно Да Только ты знаешь Что подобный монтаж Охуительно Будет делаться не каждый день Как говорит Физбикто Если человек делает конвейер Четыре или даже неделю Ну потому что Я предлагаю Что за пятнашку Он подразумевает Реально пиздатейший ролик Всякими там Моушн приколами Переходиками Саунд дизайном И так далее Базару нет Будет Но во первых Может проебаться темп Потому что монтажер Не ебел Как нужно чтобы сделал Во вторых Это будет дольше Если ты найдешь чел Который сделает Монтаж И нахуй Как у Хумуса За пятна тысяч рублей За день Я тебе сам напишу Потому что этот чел Блядь золото ебуч Ну такого не найдешь Потому что ты походу Сам не понимаешь Как работает монтаж Если говоришь Что ты найдешь чела Который устроит маразм За пятна тысяч рублей Я просто знаю Как работает монтаж Нихуя подобного Вот ты сам просто работаешь Видимо Просто записал себя Вставил картиночки И такой думаешь Ну ебать Поработал жестко Нихуя Это не так работает Это говорю Как монтажер С ебейшим стажем Ты думаешь Я не знаю О чем говорю Я понимаю Легко включить камеру И вот это вот Просто какую-то поверхностную базу Выдавать по поводу блогеров Типа то что И так всем известны И просто ну Слушай Так можно на любую тему ответить Зачем ты снимаешь ролики Про клавиатуры Все же знают Что такое клавиатура Правильно С одной стороны Очень странная позиция С другой стороны Тоже мне понятно Почему он так говорит Потому что Снова же мы гуглим Фиспект Артем Граф И ебать Он каждый его ролик Просто смотрит Ну да Потому что они веселые Каждое разоблачение Артем Граф Может быть И высокомерный чел Прям очевидный эгоист Бля Эгоист Сразу блог вспоминается Но он Блять Реально веселый С него можно поугарать Тут ты просто душишься Ну я не знаю У меня настроение сегодня хорошее Поэтому не так душно Но вообще Это правда Ну типа Да ладно Да не переживай нахуй Люди тоже любят душнил Я тоже бывает душнил Да не переживай ты нахуй Ну сделай ролик Я не душный Типа И сиди доказывай 5 минут Я не душный Я реально веселый нахуй Смотрите Бе Ну бля Че ты разозлился Все хорошо же Мне понятно Че это за персонаж Мне и Там какой-то часть моей аудитории Непонятно Что это за персонаж Ты такой же душный Ну да Но я же Ну я не стесняюсь этого Ну все бывают душными Просто сидеть гореть на это Ну блять Ну опять же Чем ты лучше Что у тебя здесь больше по контенту Где твой продекшн Стоп Мне просто интересно А у него 16 тысяч И все Бля Базар у Зира Отменяется Что у него там Не понял Почему из-за цифры отменяется Почему ты не посмотрел Что я сниму Кстати вопрос Реально А почему фиксбик Потому что типа Маленький канал Не может иметь Хороший продакшн На прошлой неделе Я выпустил клип Клип который выглядит вот так Да похуй как он выглядит Если клип говно Ну если ты нахуй никому не нужен И музыка говно То клип твой нахуй никому не нужен Ты чё хуй Блять Ну он злой Физпект Ну ты прям какой-то Типа начинаешь канал Нету претензий Что обычный монтаж Он не так понял А ну ладно Хуев Ты даже не посмотрел мой клип Не послушал трек И говоришь что они хуйня Это прям супер предвзятое отношение То есть снова же Физпект К тебе никакого дизреспекта Я говорю у тебя пиздатый контент Но чувак Будь более объективным Никакого дизреспекта Просто ты хуйню снился Вообще никакого дизреспекта Просто не неси хуйню Блять Понял А то ты как долбоёб Никакого дизреспекта Просто не неси хуйню Ебать он чисто терпит Я вообще в шоке Ох ебать я чихнул Бой здоров А это не критика Это полная хуйня Такое вообще в принципе Воспринимать не нужно Бля буду гарантиру Очко ставлю Моразм не получает за ролик 200 тысяч Даже возможно половину этого Он не получает за эти ролики Я работал Да кстати нихуя подобного Ну нет 200 тысяч по-моему слишком много Так что вряд ли Вряд ли С менеджером маразма Если у тебя на ролике набирается От 50 тысяч просмотров Ставила ценник Примерно там 35 тысяч За ролик Не сложно посчитать Там сумма не умножается Не в 10 раз Да Если у него 500 тысяч просмотров Там поменьше она умножается Но минимум сотку За ролик он получает Ролик высран Ну 100 с интеграцией В принципе возможно Но если это конечно У этого Артема Графа рекламы По просмотрам То это супер странно Потому что я не видел Честно За лет последних 4 года Ни одного рекламодателя Не приходило Со словами Ребят Сколько набирается Вот роликов Просмотров на ролике Столько мы его денег Не заплатим Вот за последние 4 года Был Был какой-то Какая-то игра Лишь что-то вроде этого Которая доплачивала Было такое Но один раз Все остальное Нет я помню Говорю я так Выложил ролик Мне сказали Давай вот там типа Там не знаю 50 тысяч просмотров Блять О 50 тысяч рублей За 100 тысяч просмотров Я такой Блять давай нахуй Я выложил какой-то ролик На хайповую тему Набрал там полмиллиона Я такой Ну давайте бабки Все За все время Единственное Единственное что было В основном рекламодатели Приходят Получается С этим Ну короче С одной ценой Не повышаю Допустим там Вот у тебя средний ценник Я покупаю за нее И там не важно Сколько ролик наберет Типа 100 тысяч просмотров Я просто не знаю Какие ценники Артема Графа Но 200 Это какая-то хуйня Правда Я в жизни не поверю Что Артем Граф за столько продает И не верю Что цена варьируется В зависимости от просмотров Потому что это очень редкие Такие рекламы Это невыгодно просто Фиксат Да точнее Фиксат Спасибо Я вообще забыл про это слово Почему-то Просто побежаться Про бази Типа смотрите Вот они Блогеры Которые больше всего Не любят И смотрите Я их тоже не люблю То их еще как ебать любят Ну Артем Граф Ну типа хайп Амарал снял видос Теперь ну Артема Графа сейчас модно Хейтить Если еще Это как бы ну Тебе социальные очки прибавляет Я начал Да все угорают Просто с Артема Графа Чего Говорите об Артеме Графе Еще до того Как Амарал про него начал говорить Я не знаю Я просто уже Прошел все стадии Принятия Артема Графа Я просто уже усываюсь Странный предъявок Бля кстати Жестко поговорил Про Раньше Амарала Прям очень жестко Брат Амарал сделал ролик на полторы Полтора часа Ты на 20 минут Просто говоря Ебать Артем Граф глупый Нахуй Блядь он просто сейчас берет И видос Амарала Вставляет Че за хуня Блядь Зачем нам это смотреть Можно пойти Амарала посмотреть Не Тоже он мне предъявляет За то что я там Вставляю отрывки Из разоблачения Амарала Говоря вот это Но не все могут посмотреть Разоблачение на полтора часа Чувак Ну Когда ты о чем-то говоришь Ты че рофишь? Ну типа Это супер странная Претензия Супер странная Претензия То есть ты такой Ну мой Получается Амарал Да Амарал сделал ролик Прикольный Он популярный У него полтора часа Ну у меня 20 минут Поэтому Как бы Почему бы не посмотреть Так ты можешь По этой Ну по этой логике Записать какую-то Очень сжатую историю И выладить ее зрителям И это Ну Может выглядеть Просто какой-то душной водой А можешь поподробнее Рассказать Если уж Это называется Разоблачение То очевидно Оно должно быть Ну раскрытым Интересным Это вопрос тебе Как ютуберу Который подает информацию Все Не более И предъявлять Другим ютуберам Что они делают Ну типа Как так Использовать это В качестве Ну смотрите Зато я Крач Все делаю Типа кратко Сестра таланта Ну это Очень странно Выглядит Это нужно Подкрепить Возможно Я неправильно Понял Но это Супер странная Ну чтобы Это узнать Идите Посмотрите И найдите Этот отрывок В ролике На полтора часа Блять Ну это же Странно Короче Так он так Блин Вставляет Доказательство Алё Ты что Издеваешься Он прям Показывает Даже где у него Получается Артем Граф Пиздил Этим чуваком Все понятно Потому что он дружит А знаешь Артем Как было тяжело Мне придумать Тему с рэш Новостями ТГ пабликов Почему ты у меня Ее тогда спиздил А? О блять Ну все Отдельный ролик Жди уеба Это он сейчас Типа так выебнулся Что аморал плохой То что он отдельный ролик Про него снял Или что Типа Чего блять Ну вот Это о чем я и говорю Тоже Вовлеченность в ролик Сто процентная То есть сразу понятно Чувак очень объективен Плохо заходить Будут ролики Поэтому не буду снимать Сука какой же Уебак ебаный Еще раньше Чем его морала Вышел Нет? У этого черта Когда-то будет Больше аудитории Но блять Я посмотрю Когда у него Там будет Условный 100 тысяч Подписчиков 200 Там видосы Начнут что-то Собирать Тоже по сотке Плюс Я посмотрю Как он сможет Снимать что-то Отреченное От своего контента Например Там опять же Блять Про плавание Про какие-то Детские штуки Да блять Мужик Прикинь У ютуба Есть алгоритмы И нужно следовать Этим алгоритмам Если ты хочешь Дальше быть На плаву Погоди А почему ты тогда Снял ролик Про свою болезнь И почему он Хорошо зашел Кто из нас Хорошо разбирается В алгоритмах Если ты И сам снимаешь Про девайсы И про свою жизнь И то и то Очень хорошо заходит Я Бля так смешно Короче Когда ютуберы Говорят Кто из нас Хорошо разбирается В алгоритмах Блять Ладно Расскажу тебе Один Очень прикольный Секрет Как человек Который на ютубе Ебать долго Никто нахуй Не ебет Как работают Хъебаные алгоритмы Все знают Какие-то Некие принципы Некоторые Фишки Которые помогают Исключительно им Но никто Не ебет Как работает Ютуб Вообще Никто Спроси любого Хинта Он тебе скажет Ну допустим У меня удержание Играет роль Другой говорит Бля Решает превьюшка Третий Мужик Название Четвертый Бля Дата Время Выхода Пятая Типа Тема Актуальность Следующая Скажет Про то Что надо Выкладывать Ролики Каждый День И ты Слушаешь И всех Думаешь Бля А что Правильно Потом Рассказать Про уведомления Количество Подписчиков Изменение Алгоритмов На ходу Никто Не ебет Все Примерно Понимают Как это Работает И могут Какие-то Фишки Рассказать Мелкие Но на самом Деле Все эти Фишки Знает Каждый Ютубер И выебываться Кто Лучше Шарит За эту Хуйню Ну я Не знаю Это Дурка Что Физпик Начал Говорить Ему Об этом Что Он Сам Начал Выебываться Этим Единственное С чем я Согласен Блядь С Физпик Насчет Того То Что Если Пучал Поднимется На Разоблачениях Не факт То Что Он Сможет Резко Поменять Контент Ну Блядь Есть Шанс Вот Такие Примеры Есть Их Дохуя Но Все равно Контент Получается Будет Больше Попрекать Людей Которые Негативные Хотя Есть Шанс Того Что Что Хорошее Но Хз Хз Это Будет Работать Тоже Раньше Обвинял Алгоритмы Ютуба Во всем На свете Во всех Грехах Человечества По итогу Я просто Улучшил Свой Контент Подстроил Его Подформат Ютуба И О боже Он Начинает Лучше Заходить Пиздец Я не знаю Мне Мне Бесит Туба И О боже Ну Типа Хейт Контент Хейт Контент По сути Хейт Контент Хейт Контент Вот этот Блять Тоже По сути Ну То есть Все Такое Тоже Байтовый Такой Ну Хз Возможно Я не прав Но Все Минус Это Тот же Самый Маразм Пиздец Я не знаю Мне Бесит Этот Понимает Сидит На свою Маленькую Аудиторию Пукает Не понимая Как работает Ютуб Не понимая Как работают Алгоритмы Просто Какую-то базу Выдает И типа Слушайте Меня Челить Алгоритмы Работают Так Типа Постоянные Зрители Смотрят Смотрят Значит Можно кидать В рекомендации Другим Пользователям Соответственно Снимая ролики Про себя Они бы Блять В трендах Просто 24 на 7 Были Получают Ну По такой Логики Физпект Смотрит Самого Душного Блогера Еще Братишка Иди Проветрись Нахуй Я теперь Не просто Баобаб Я душный Баобаб В общем Каким выводом Я пришел Во-первых Не стоит Вообще В принципе Смотреть Хейтерский Контент Вы оттуда Ничего Не узнаете Кроме Того Что Вы Все Плохо Делаете Тогда По мнению Хейтеров Подписывайтесь На Хейтеров Чувакам Не понравился Ролик Они говорят Об этом Ну бля Ты делаешь Все Не так Не знаю Очень смешной Чел Прям Супер Чел Смешной Правда Не знаю С Мелшером Это вообще Кекве Какая-то Хуйня Там просто Чел Иронизировал И он Ему Серьезно Отвечал С Физпектом Ну Физпектом Сам на самом деле Нагнал Хуйни Это факт Ну я вижу В чате Он сам Это признает Местами Так что Вот Девочка хочет Чтоб ты сгорел Нахуй За то что дело Больно Ей столько лет А девочка хочет Чтоб ты сгорел Нахуй И стал пеплом Вчерашних сигарет